Всем большой привет, меня зовут Наташа Гром, добро пожаловать на мой канал, и я понимаю, что я очень долго не снимала видео, и на это на самом деле есть ряд причинок, о которых я хотела поговорить в этом видео, и рассказать, и вообще объяснить, почему так долго вообще не было видосов. На самом деле, шли выборы, у меня вышло видео до выборов, потом прошло три дня, и как раз-таки я попала именно в тот самый момент, когда блогеры начали выпускать видосы, посвященные выборам. То, что сейчас происходит на русском ютубе, это же... Поэтому приходите на выборы. Всем привет, меня зовут Наташа Гром, и добро пожаловать на мой канал, вот мы так с вами встретились, через более обширное количество времени, чем я предполагала, потому что я решила посмотреть, вернее, подождать того, как будут у нас, пройдут все выборы, посмотреть за третьей мировой волной, которая происходит сейчас на ютубе, и сделать какие-то своеобразные выборы. И тогда, именно с того момента, она начала ютуб трясти по поводу того, что аудитория против этого выбора блогеров, и все начали снимать видео, то, что все продались, все куплены и так далее. Я подождала того момента, когда выборы закончатся, чтобы можно было провести какой-то итог своих видосов, чтобы об этом рассказать. После этого я сняла видео, и отрезки из этого видео я буду периодически вставлять сюда, потому что оно было посвящено тому выбору блогеров, что, типа, если тебе заплатят много, ты не сможешь отказаться, и сможешь снять видосы, которые снимались, ну, тематику выборов, так скажем. Меня, на самом деле, очень крайне раздражает, почему политики влезли на детские каналы, ну, так скажем, на детский канал тоже, и началась вот эта вот массовая хрень по поводу голоса поколений, голосу... Зачем вы это делаете? Я там выдвигала свои версии, пыталась встать на их сторону, в конце видео я поняла, что, в принципе, это выбор каждого блогера продаваться за такую сумму или нет. Мало ли кому-то реально нужны были эти деньги, ну, у всех разные ситуации семейные, никто об этом не опиширует, конечно, но... Видео, кстати, получилось очень драйвовым, ну... Я не знаю, выложу ли я те куски, которые были там очень прям на неком таком фуроре, но... Ситуация просто сейчас не очень такая, скажем, позитивная. И так получилось, что когда я смонтировала это видео, в России случилась трагедия. Я на своей странице решила спросить у своих зрителей, ну, стоит ли выкладывать видео. То есть даже когда не был объявлен траур, официальный траур 28-го числа, это был понедельник, я выложила пост в ВК с вопросом о том, будет ли уместно вообще просто выложить видео на YouTube. Самое, что чудное, это так просто получилось, что я бы выложила видео именно про выборы и отношения к тому, как я... Ну, короче, отношения к этим блогерам, которые там засняли эти видосы, и я поняла, что лучше этого делать не надо. И, соответственно, после этого уже случился траур по всей России, я поняла, что никаких развлекательных видосов я в любом случае укладывать не буду. На самом деле, на самом деле, это реально так и есть, у блогеров был договор в устной форме о том, что если человек уважает свою аудиторию, то он не будет выкладывать никаких видосов, особенно веселых, особенно посвященных этой трагедии, дабы не делать танцы на крови и костях, как это, грубо говоря, оно и есть, не собирать просмотры на этом, потому что именно в те дни это были самые топовые видео, которые выскакивали в Ютубе, тем самым не увеличивать количество просмотров и не увеличивать количество подписчиков, потому что, ну, это некрасиво, это очень неправильно, у людей горе, и выпускать подобные вещи как-то, ну, это некрасиво, это очень красиво, и было такое принято решение. Те блогеры, которые живут в Кемерово, понятное дело, они, это их право освещать, это их город родной, они там живут, Немагия и Дианелли сняли ролики по поводу пожаров, ТЦ, Зимняя Вишня, и это как бы, ну, это нормально, они там живут, но остальные блогеры решили либо там написать в Инстаграме, как бы каждый скорбит по-своему, и это абсолютно нормально, то есть у меня вообще три дня была апатия, и просто я не стала как-то оперировать именно видео об этом, но это не значит то, что мне всё равно, что происходит у меня в стране, нет, это абсолютно нет, просто мне не хотелось на этой трагедии собирать и просмотры, и чтобы все знали, что я скорблю. Мне на самом деле не было весело, у меня были абсолютно ужасные три дня, но я просто не хочу это показывать наружу и доказывать там тысяче человекам, да, допустим, что типа, ребята, я переживаю, нормальные люди, и так все-всё поняли, я не выкладывала сториз, у меня были такие грустные достаточно посты, ну, я на самом деле не люблю оправдываться, но я просто не понимаю весь этот кипиш, когда всё это коснулось России, и люди начали друг друга через пару дней, начали как-то пытаться уколоть других людей, у которых это не было в Инстаграме выложено, то есть у тебя нету свечи, значит, ты не скорбишь, то есть что это такое, это плохо, значит, ты зачморыш, ты там не любишь свою страну и так далее. Именно поэтому мне очень хотелось обратить внимание на двух блогеров, которые сняли видосы. Один блогер, я знаю, что это видео уже закрыл, это Соболев, прям вот, прям малахов нынешнего времени, и все говорили те же самые вещи, которые говорятся в СМИ и в Интернете, то есть этот вброс по поводу 300 погибших, это всё обмусоливалось ярко, и типа из серии «Не верьте СМИ» и так далее. Что я хочу по этому поводу сказать? Соболев, вот как была к тебе неприязнь ещё два года назад, она вот лишний раз этим только подтвердилась. То есть те люди, которые по каким-то причинам не читали интернет, не услышали вброс, который был там от одного индивидуума, вдруг решают посмотреть Соболева, потому что они подписаны на Соболева, и, соответственно, узнают эту новость, и это всё идёт дальше. То есть они приходят в школах, допустим, рассказывают, а вы видели там, у Кольки-то новый видос вышел, и таким образом, понимаете, оно идёт по цепочке дальше, дальше, дальше. И когда взъелись на блогеров и сказали, что какого хрена вы не проверяете источники, ну как бы я не удивлюсь, если придумают какой-нибудь очередной закон по поводу того, что если вдруг блогер кидает дезинформацию, то там либо штраф, либо ещё что-нибудь, либо ещё что-нибудь, потому что данная ситуация в России стала очень, как бы, ну такой, знаете, очень острой. Я понимаю, с одной стороны, Соболева, человеку, которому хочется всегда быть в тренде, который всегда освещает проблемы, и, может быть, ему это реально интересно и важно, что происходит в стране, но на фоне именно вот этого всего... Потому что Соболев-то выпустил пост в ВКонтакте, если я не ошибаюсь, по поводу того, что... Всем людям, кто кричит, что блогеры хайпанули на проблеме, мне стыдно за вас. Я гражданин своей страны и, естественно, переживаю за безопасность себя и своих близких, как и многие другие, крайне эмоционально воспринимаю произошедшую трагедию. Единственной целью моего ролика было постараться предотвратить подобное в будущем, акцентировав внимание на очевидных проблемах с надзором пожарной безопасностью и преступной халатностью. Всё. Соболев, может быть, ты действительно пишешь сейчас честно и искренне, но гораздо было бы правильнее, если бы этот ролик вышел, так скажем, дня через 4-5, когда это станет более уместно. Да, возможно, просмотров было бы и меньше, но ты пишешь, что преследуешь благую цель. Но раз ты пишешь, что преследуешь благую цель, то зачем в первые сутки трагедии стоило об этом говорить, в таком ключе снимать? Зачем нужно было вообще побыстрее всё это делать? Не буду отрицать, что изо мной тоже наблюдается подобный грешок. Это было ровно год назад, когда случилась трагедия в питерском метро. Я решила заснять ролик. Поддавшись всеобщей панике, я не смогла пройти мимо, но лично у меня с метро свои счёты и страхи, и чем и было подкреплено желанием снять данный ролик. И мне тоже далеко не всё равно, что происходит в нашей стране, и также меня тогда эта ситуация очень сильно зацепила. Я до сих пор не знаю, оставлять это видео на канале или нет. Те блогеры, которые, значит, грубо говоря, считают тех, кто снял видео на тему трагедии, хайпажорами и так далее, ну типа он считает, что просто все остальные, типа, дебилы, правда? Но на самом-то деле, что можно было такое видео снять там, ну хотя бы подождав какое-то время, когда более чёткой станет ситуация, когда пройдут хотя бы предварительные суды этих людей, которых взяли и подозреваемых, да, которые вот сейчас суды были, я просто смотрела суды 26 и 27 числа. Но нужно обязательно, как только случилось вот это всё, нужно для Кольки обязательно заснять, выложить, быть первым, получить кучу просмотров, чтобы видосы вылетел в топ. И я прекрасно догадываюсь, что Колянда наш знала, что этот видос наберёт как можно больше просмотров, даже, возможно, больше, чем у синего кита, потому что видео, последний раз, когда я его видела, то есть было 2 миллиона 300, если не ошибаюсь, и потом он его скрыл. Ну, может быть, там больше было просмотров, я до такой степени не слежу. Я просто хочу сказать, что мне иногда подмывает на некоторые тренды снять видос. Вот честно скажу, прям очень сильно подмывает, но кроме вот этой трагедии. Ну, просто я же часто смотрю YouTube, я смотрю YouTube даже, мне кажется, чаще, чем можно это делать, но я понимаю, что если какая-то острая тема происходит, нельзя на этом прям сразу бежать и делать видос, потому что, если у этой темы вдруг есть продолжение, то продолжение может повернуться очень, как бы, круто, что и произошло в случае с Колянем. Про Эльдара я вообще ничего не знаю, я очень-очень редко смотрю приятного Эльдара, так же, по-моему, про... не знаю. И я даже не знаю, вскрыл он это видео или нет, но по поводу Соболева у меня очень сильно бомбит, на самом деле, потому что же из-за таких, как Соболев, и вот этот вот придурок, который запустил вот этот пранк, потом могут пострадать другие блогеры, которые снимают даже самый лайтовый контент, который не связан с политикой, которому это просто, ну, неинтересно снимать, там, вплоть до бьюти-блогеров. Вот серьезно, да? Коля и Эльдар настолько обосрались, вот прям вот серьезно. Мало того, что сняли видос, именно вот когда нужно было помолчать, да, вот хотя бы вот эти три дня нужно было помолчать, можно было потом что-то сделать, можно было сделать, как сняла с Вастей Джи, да, которая, я не знаю, как оно сейчас, видео называется, у нее тогда было написано «Спасите наши души», и просто ее мысли на данный момент, и я просто видела там по видосу, как она переживает, но на самом деле видно. Ну, можно было это как-то вот так сделать, но не обязательно прям прописывать все с Сео ролик, не обязательно надо было все вот настолько как бы делать для просмотров, это же видно на самом деле, и потом отмазываться, что мне не все равно, что происходит в стране, я не хочу тебя судить, возможно, Коля, тебе не все равно, что происходит в стране, да, возможно, это искреннее видео, может быть, но оно подано именно под таким соусом, что многие люди сидят и думают, что «Ах, ты скотина, что ты делаешь?» Вот да, ну вот такая вот реакция может быть у человека, особенно у тех, кто проживает в Кемерово, вот меня бы на самом деле знатно бомбило, если бы я понимала, что вот такой столичный, ну, Питер же вторая столица, как бы вот такой столичный чувак сидит и разглагольствует, и там делает какие-то выводы там и так далее, а я живу в Кемерово, и у нас вот такое горе, и было бы очень неприятно. Поэтому, когда вы снимаете на какую-то острую тему, ставьте, пожалуйста, себя на месте тех людей, у которых произошел этот эпицентр, потому что я понимаю, что это банальные слова, скорее всего, я понимаю, что многие мне так скажут, ну, мы-то и так знали, но на самом деле для очень многих людей иногда нужно лишний раз что-то объяснить и как-то разложить по пальцам и показать, как оно есть. Мне бы хотелось еще также призывать других блогеров, которые там снимают, которые там пытаются снимать или что-то в этом роде, не надо бежать и сразу что-то записывать, не надо. Можно свою точку зрения высказать после этого, и это будет абсолютно нормально, потому что, ну, собирать просмотры, как бы, это не та вещь, на которую нужно собирать просмотры. Вот абсолютно не та. Возможно, в дальнейшем когда-нибудь я захочу делать более серьезный контент, и, допустим, там выходит новость, ну, как вот шарить, да? Выходит новость и там бла-бла-бла. Ну, я не знаю, в сколько мне для этого должно быть, чтобы об этом говорить, чтобы мне еще было интересно прежде. И просто мне хочется блогерам сказать, перепроверяйте источники, это на самом деле очень важно. Я понимаю, что сейчас даже несмотря на то, что трау закончился, нет вот такого, так скажем, ну, такого прям кайфового настроения, чтобы снимать веселые ролики, ну, просто мне хочется призвать, чтобы люди чаще задумывались над тем, что они выпускают, и это не только как бы относится к видеоблогерам, также инстаблогерам, к репостам. Я на самом деле тоже репостнула, вот, Дезу, но, блин, я потом почищала очень долго, и как бы оно мне на самом деле даже стыдно за то, что я вот этой некой панике поддалась. Я не хочу выдвигать какие-то свои версии, там, почему это случилось, и так далее. Я считаю, что для этого есть определенные люди, которые именно в этой области шарят, и могут как-то, ну, это их работа, в конце концов, и они должны нам тогда ставить отчет, именно отчет нам, россиянам, с тем, что случилось. И я думаю, что после всех судов, которые там будут, мне реально хочется, чтобы были наказаны именно виновные, а не просто какие-то люди, которых взяли, потому что они там занимали какие-то посты, да, и посадили, как это обычно бывает. Мне не хочется, чтобы так было, это неправильно, поэтому, ребята, всегда все перепроверяйте, перепроверяйте все, что связано с вашей безопасностью, лучше лишний раз перестраховаться, чем куда-то попасть, вот серьезно. Так что, ребята, на этой ноте мне хочется распрощаться и перейти уже к съемкам следующего видео, потому что роликов было всегда очень давно, вернее, не было очень давно, так что еще увидимся с вами, я вас всех очень люблю, всегда ваш огромный Наташ, и берегите себя, пока. Субтитры подогнал «Симон»